Что может авиационная крылатая ракета большой дальности Торрес Кэп-350? Авиационная крылатая ракета Торрес Кэп-350 большой дальности предназначена для высокоточного поражения защищённых целей без захода самолёта-носителя в зону действия объекта и ПВО противника. Крылатая ракета имеет несущий корпус, верхнерасположенное раскрывающееся крыло небольшого удлинения и крестообразное хвостовое оперение с органами управления. С целью снижения радиолокационной заметности, корпус прямоугольного сечения выполнен с применением композиционных материалов, не имеет острых кромок в местах сопряжения и покрыт радиопоглощающим материалом. На авиационную ракету установлен турбореактивный двигатель Williams International P8315 с двумя боковыми воздухозаборниками. Искривлённые входные каналы воздухозаборников экранируют турбину двигателя от визирования наземными РЛС. Топливные баки расположены между головкой самонаведения и двигателем по обе стороны от боевой части. Использование систем автономного наведения ТЕРН и АйБиЭн позволяет применять ракету в том числе без поддержки систем спутникового наведения. В этом случае наведение обеспечивается инерциальной навигационной системой, которая периодически корректируется в полёте по данным систем ТЕРН и АйБиЭн. На подлёте к цели включается тепловизионная головка самонаведения, которая обеспечивает наведение ракеты на конечном участке полёта. Базовая модель ракеты Toros Cap 350 оснащается боевой частью Мефисто, лидирующей заряд боевой части кумулятивной. Оптимальное расстояние до цели при подрыве кумулятивного заряда боевой части определяется с помощью лазерных дальномеров, установленных в носовой части ракеты. Основной заряд фугасный заключён в высокопрочный корпус длиной 2,3 метра, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжёлых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом – 400 кг, общий вес боевой части – 485 кг. Система подрыва боевой части может программироваться на воздушный или подземный подрыв, что даёт возможность уничтожать и наземные площадные цели. В случае воздушного подрыва оба заряда инициируются одновременно. Кроме базовой версии ракеты в настоящее время предлагается семейство модульных ракет, которые могут быть оснащены различными типами боевых частей. Ну о них мы поговорим, когда это видео наберёт не менее 50 лайков. Всем добра.